Эээ... Здрась. Добро пожаловать в наш уютненький научно-инследовательский институт по изучению продуктов, жизнедеятельности и коллективного хозяйства. Начнем, как обычно, со смехуйочков, стопов комментариев. Kegs Táctical. Сижу на удаленке, работаю, звоню клиенту, а тут из динамика... ГЛАЗАА! Клиент спрашивает, кто же доктора смотрите? И ведь как ни крути, а приятно, что все-таки люди потихоньку начинают интересоваться наукой. Александр Пушкин. Доктор Дю делает лучше одной рукой, чем самодельщики двумя. Ну так ёптать, шо ж я зря в научно-исследовательском институте, что ли, работаю? Доктор я или Гри? И самый ржачный комментарий в нашем сегодняшнем выпуске. Рома Биш. Когда снимешь гипс, не выкидывай. Отправь мистера Сани, пусть увидит хотя бы слепок руки, растущей из правильного места. Это пять. Следующая рубрика, шо нового на этой ебанутой планете. В этом году игре World of Tanks исполняется 10 лет. Охренеть. Получается, что когда её запилили, про ваш любимый мини-крафт ещё даже и не знал никто. Нормально. Ну шо тут скажешь, не каждая игра попадает в книгу рекордов Гиннеса дважды. За самый охрененно здоровый онлайн. Наверняка вы резонно спросите, а шо ж такого интересного в каких-то блинтанчиках. Рассказываю. Ну, например, хорошая оптимизация, благодаря которой, скорее всего, игра и просуществовала столько лет. Движок Core был разработан в Wargaming специально для того, чтобы выжать максимальное качество картинки из любого железа. Даже на стареньком ноутбуке графика будет выглядеть хорошо. Ну, а обладатели мощных комплектующих смогут наслаждаться всеми прелестями игры в честном 4К при 60 фпс. Или вот, например, быстрый и удобный матчмейкинг. В век, когда даже слова укорачивают для того, чтобы максимально быстро сказать фразу, никто не любит стоять в очередях. И создатели World of Tanks это прекрасно понимают. Для того, чтобы ворваться на поля танковых баталий, тебе нужно только выбрать машину по вкусу, определиться с режимом игры и кликнуть на заветную кнопку в бой. Игра начнется почти сразу же. Не упусти возможность украсить свой танк яркими и стильными камуфляжами, поскольку они здесь как минимум есть. Чтобы противник знал точно, кто именно в каждом будущем сражении превратит его в фарш и боялся уже издалека. Разработчики постоянно выкатывают крутые ивенты. Кроме дополнительных веток классических танков, ангар можно пополнить экспериментальными моделями. К примеру, последнее обновление добавило возможность заполучить три двухствольных танка с уникальным режимом стрельбы, который обеспечивает двойную дозу убойного веселья. Время сейчас непростое и большинство уже давным-давно доели ту гречку, которую успели купить во время карантина. Для вас у меня хорошие новости. Игра абсолютно бесплатная. Получать удовольствие от игры можно и без донатов, тем более, что по моим ссылкам в описании вы получите кучу бонусов для легкого и уверенного старта. Например, премиальный легкий танк Т2ЛТ. Премиум аккаунт на 7 дней для того, чтобы максимально быстро прокачаться и влиться в игру. А также 400 тысяч кредитов. Каждый ваш новый переход по ссылке в описании позволяет Матвееву покупать все новые и новые став для того, чтобы продолжать творить ту хуйню, которую мы все здесь привыкли видеть. Так что имейте в виду. С новостями гейминга у меня, к сожалению, все. А мы продолжаем продолжать. А сегодняшний выпуск мы начнем с рукоделия 80-го левела. И как показывает статистика, вопрос крайне насущный, поскольку видосик набрал 939 тысяч просмотров, между прочим. Шикарная самоделка из старого лепесткового диска. Всем привет. Сегодня я покажу, что можно сделать из старого лепесткового диска. После того, как наложил по кругу всю наждачку, зажал в тиски и придавил сверху кирпичами. Пробую лепестковый круг в действии. Особенно жестко доставил комментарий Белоуса Евгения под этим видосиком, что он якобы купил подобный расходный материал за кучу денег. Тут, конечно, не дать не взять. Ситуация в мире далеко не самая простая. И скоро будем, наверное, жрать кору. Но это меня, если честно, сильно не касается, поскольку я выдуман. Но, тем не менее, я все-таки решил полюбопытствовать и пойти на первый попавшийся сайт, чтобы выяснить, сколько же это куча денег. Недолго покопавшись на всех инструментах и поставив фильтр от самых дешевых, я обнаружил, что куча денег это 88 рублей. Как ни крути, я все-таки бабулес. Так что давайте попробуем все-таки сделать самостоятельно столь дорогое... Блять. Приспособление. Собственно говоря, тщательно выбоенный... Выебанный лепестковый диск и, как завещал автор... Переспорил красный герметик. Красный герметик для импортных автомобилей. Очень интересно. А самое интересное заключается в том, что данный герметик чаще всего встречается на отечественных. Выдерживает высокие температуры до 343 градусов Цельсия. На герметик не воздействуют нефтепродукты, вода и антифриз. Ага, охотно верю. Вы сейчас охуеете, но я вам все равно скажу. Для того, чтобы восстановить лепестковый диск ценой 88 рублей, вам придется купить герметик, цена которого тоже 88 рублей. Лэ. Логика. Для начала, для того, чтобы изготовить аналог заводского расходного материала, нам понадобится снять остатки ленты. И, как уже говорил автор, нам не удастся их снять без промышленного фена. Сложно удаляется, поэтому лучше предварительно погреть феном. Забавная ситуация, 88 рублей. Это много, но на фен есть. Самое главное сейчас правильно наклеить, а то получится ежик наизнанку. Думаю, не лишним будет воспользоваться образцом для того, чтобы точно знать, какая длиннота и широта у наших ламелей. У заводского лепесткового диска 90 ламелей. Но мы пойдем по мануалу автора, и нам понадобится всего 42, им уже виднее. Вот и ножовочное полотно пригодилось из прошлого выпуска, будет служить нам линейкой. Ва, готово. Теперь нужно размазать. Размазывать будем самым высокотехнологичным предметом, пальцем. Ух, как на заводе. Теперь надо установить наши ламели, и самое главное не перепутать направление. Ух, и поебень получилось. Просто загляденье. Теперь, как завещал автор, необходимо установить нашу заготовку под гнет. Что мы успешно произведем при помощи обычного шлифовального диска. И при помощи вот такого вот нехитрого захвата, про который я давным-давно рассказывал в своих ранних выпусках. О, надо еще один. Чтоб наверняка. Вот теперь тебе точно пизда. Диск лепестковый. Полное высыхание герметика достигается в течение суток. Поэтому, если вам нужно срочно, у вас на валом времени, чтобы сгонять в магазин и купить еще один. Тем временем, хуяки новый день. И таки, шоу у нас тут в итоге получилось. Ммм, какая красота. Ну и что, сейчас кто-то осмелится сказать, что эта штука выглядит хуже, нежели заводская? Самое главное при испытании таких вот ноу-хау, как следует защитить ебосос. Чтобы не случилось сотрясение, тем более мозга. Хотя нет, очочки я, пожалуй, оставлю. Алло, это Морх? Да, минут через 15 подъедете, возможно, человеку сейчас будет плохо. Ну то, блядь, и значит, что сейчас ему пока хорошо. Ну шо же, похуярили. Блядь. Вынужден констатировать тот факт, что самоделка работает, но, как обычно, с небольшим но. Для автора, в свою очередь, хотелось бы провести короткий инструктаж. И если герметик для вас то же самое, что и клей, то я предлагаю вам подтираться наждачной бумагой. Ну тоже ж, блядь, бумага. Что касается сути дела, то, как минимум, у заводской сборки есть балансировка, нормальное количество ламелей, и они правильно приклеены на человеческий клей. Что касается вот этого вот говна, то, если хотите, то я сейчас даже больной рукой смогу оторвать один лепесток. Это не сложно. Самое главное это зацепиться. То есть вот это вас и ждет. Возможно, оно вас будет ждать где-то внутри вашего организма, если обороты будут достаточными. От покупного диска ламель так просто оторвать не получится, хотя бы потому, что там на заводе есть инженеры, и они имеют способность думать. 250 полуляхов из 250 Вот так новость Так, это что получается? Если полуляхи перевести в ляхи, то будет 125 0,125 килолях Следующий видосик в нашем сегодняшнем выпуске будет от бородатого мастера Название чрезвычайно громкое Китайцы до такого еще не додумались Капсом 3,2 миллиона просмотров Там что-то явно очень интересное Как вы уже поняли, сегодняшняя самоделка будет из рамы от велосипеда Как, наверное, уже многие догадались Это у нас держатель для салфеток Мне кажется, или в этом названии пропущено одно слово Для того, чтобы максимально точно изложить суть происходящего Например, китайцы до такой хуйни еще не додумались И слава богу Да, скоро мы такими темпами будем в мегаляхах мерить Ну что ж, давайте повторять И как обычно, как вы любите Сразу сделаем некоторые улучшения в данной конструкции Во избежание праведного гнева людей, не обделенных умом и логикой Мы, конечно же, не будем кромсать велосипед Поскольку жоба Гарри будет не избежать Для постройки улучшенного девайса Мы будем использовать четвертьюймовую трубу Похуярили Далее для изобретения данного изобретения Нам понадобится блинчик диаметром Хуй его знает сколько 300 миллиметров А толщина 4 миллиметра Далее у блинчика необходимо поймать центр Глаза! Отставим пока данный девайс в сторону Поскольку нам сейчас понадобятся еще некоторые компоненты А именно Из трубы того же диаметра Нам сейчас необходимо отрезать 3 отрезка По 33 сантиметра Нихуя себе Прям как в сказке про тридесятое царство Теперь необходимо сделать со всех сторон фаски Куда ж без них Теперь все это необходимо приварить к уже имеющейся хуй балде Гинди! А вот Нам нужен еще один отрезок трубы длиной 30 сантиметров Теперь его необходимо приварить куда-то сюда Готово! Осталось только покрасить Так Нам нужна Какая-то краска О! Хе-хе-хе Золотая Цыгане заплачут от зависти Ну как? Че? Не похоже? А сейчас Вы конечно же резонно возразите Что эта штука совершенно не похожа на то Что показано в видеоматериале Но есть одно небольшое но У данного устройства До которого точно так же и до сих пор не догадались китайцы Есть еще одна скрытая функция Представляю вашему вниманию Устройство два в одном Держатель для полотенец И поилка для кротов Объясняю принцип действия Данное устройство устанавливается на огороде где живут кроты Кроты как и любое другое существо Подвержены такому явлению как сушняк Все что нужно сделать кроту у которого сушняк Это вылезти из земли Подняться по штанге Попить водички из ведра Потом вытереть ручки И пойти себе дальше заниматься своими делами Многие сейчас резонно заявят Что данная конструкция выглядит более чем странно Но я вас уверяю Что полевые испытания сейчас точно докажут его работоспособность Продолжение следует... Продолжение следует... Ну, видимо, не сезон сушняка Но это еще ничего не значит, между прочим Ну, а мы тем временем, в свою очередь, переходим к следующему видосику в нашем сегодняшнем выпуске Где дядя Саня изобретает новое устройство для того, чтобы оголять провода В данном видосике дядя Саня в очередной раз демонстрирует безграничную любовь к гайкам и к более чем странным концептуальным идеям К огромному сожалению большинства моей публики, сегодня данную самоделку я повторять не буду Поскольку мне просто-напросто жалко портить ролик из вот этого вот устройства, которое называется Труборез Но, тем не менее, альтернативные способы оголить провода я, конечно же, считаю своим долгом обсудить Первый Конечно же, данное устройство есть не у всякого и не каждому хотелось бы тратить на него деньги В случае, если оно пригодится всего раз в жизни Поэтому способ номер два Тоже не менее действенный Понятное дело, что данное устройство точно так же, как и предыдущее, не всякому пригодится в быту каждый день Но, тем не менее, оно как минимум дешевле Способ номер три Самый простой Что-то мне подсказывает, что данное устройство есть в каждом доме На заре моей деятельности за такое вот говноделье я бы уже давным-давно отгрузил фуру хуёв прям в задний проход Тут с высоты уже имеющегося опыта, как всегда, есть что противопоставить И, как минимум, данная самоделка, хоть и хуйня, но она, как минимум, не несёт никакой опасности для человека, который решил ею воспользоваться В отличие от нашего следующего видоса И, если честно, для меня более чем странно, что у данного персонажа до сих пор все пальцы на месте Субтитры создавал DimaTorzok 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 Всегда! Никогда не повторяйте данную поебень! Это опасно для жизни и здоровья! Нет, для здоровья и жизни! Вот так будет последовательность получше! Вы все прекрасно знаете, что в своих выпусках я стараюсь никогда не переходить на личности, но в данном случае персонаж откровенно долбоеб. Как минимум по той причине, что он советует другим делать подобное. Нет, я не отрицаю, что есть такие заводские приспособления, но они как минимум выполнены монолитами со специальными ограничителями, предотвращающие травматизм. Но в данном случае мало того, что можно намотать себе кишки уже как минимум звездой, так плюс еще ко всему здесь приварены какие-то неизвестного происхождения железяки, которые имеют все шансы оторваться и застрять где-нибудь в пузе. И вот здесь резонно, думаю, будет ставить минутку занимательной математики. Данные железяки приварены к звезде приблизительно на удалении, эквивалентном диаметру стандартного 125-го диска. По нехитрой формуле можно выяснить, что длина окружности 125-го диска равна 39 сантиметрам. Переводим в метры, округляем до первого знака, получаем 0,4 метра. Это важно. Как мы все уже хорошо знаем, скорость вращения вала 125-й болгарки 11 тысяч оборотов в минуту. Умножаем 11 тысяч на 0,4. Получаем 4 тысячи 400. И теперь делим на 60. 73,3. Вы, конечно же, сейчас резонно у меня спросите, а что же это за цифра? А это не что иное, как 73 метра в секунду. Теперь нам всего лишь остается опытным путем выяснить приблизительный вес деталей приваренных к звезде. Смею предположить, что кусок стали приваренных к звезде имеет размеры 10 на 20 на 6 миллиметров. Давайте вырежем такой. В моем случае у меня имеется в наличии только 5 миллиметровые листовые обрезки, но это никак не помешает нашему эксперименту, поскольку у той детали, которая в видеоматериале, имеется еще и заточка. Ее мы делать не будем и, следовательно, на ее отсутствие сделаем погрешность в плюсовую сторону для того, чтобы получить приблизительный вес. Оку, родной, гордись, ты стал частью эксперимента. Теперь нам необходимы точные электронные весы. Их есть у меня. Вес детальки практически 9 граммов. Округлим в плюс. То есть, как вы уже поняли, вес нашей детали практически полностью равен весу стандартной пули. Теперь все, что нам необходимо, это вычислить энергию вылетающего предмета со скоростью 73 метра в секунду. Сделать это проще паренной репой. Умножаем при помощи интернет-калькулятора вес в граммах на скорость движения объекта в метрах в секунду и получаем приблизительно 24 джоуля. Идем в Википедию и читаем нужный нам абзац. Дульная энергия спортивной и развлекательной пневматики обычно не превышает 7,5 джоулей, а у охотничьи 25. Падением скорости движения объекта можно пренебречь, поскольку расстояние от болгарки до вашего пуза минимально. Следовательно, вылет, оторвавшийся такой детали в сторону вашего пуза, равносилен выстрелу в упор из охотничьей пневматической винтовки. Следовательно, если в вашем организме наблюдается жесткая нехватка железа, самоделка вам придется по душе. А для всех остальных ответственно заявляю, не повторяйте данную поебень. Автор долбоеб и премия Дарвина для него всего лишь вопрос времени. А, еще один забыл моментик озвучить. Исходя из особенностей конструкции данного приспособления, есть большая доля вероятности, что ее рано или поздно где-нибудь закусит и выбит болгарку из рук. Что может произойти дальше? Я думаю, здесь резонно включить воображение. К сожалению, у меня на сегодня все. С вами был Доктор Дью. Вы знаете, что делать. Присылайте свои видосики в комментарии под этим видосом, а также в инстаграм. Лойс, пиписька, до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok